Всем привет, добро пожаловать на канал Турфокс, меня зовут Кирилл, меня зовут Лиза и сегодня мы с вами отправляемся во Львов. Прежде всего, давайте начнем с того, как же попасть в Украину, если ты гражданин России. Во-первых, нужно определиться, каким способом добираться – самолетом, поездом или автомобилем. Мы выбрали первый вариант. Только прямых перелетов в Украину сейчас нет. Либо делать пересадку в Минске, либо в Рике. Мы остановили свои выборы на Рике. Кстати, ролик о нашем небольшом приключении в Латвии уже можно посмотреть в моем инстаграме. После прилета в Украину приключения не заканчиваются. Если вы девушка, то проблемы с прохождением таможни не должны возникнуть. Мужчинам из России сложнее. В возрасте от 18 до 60 лет въезд ограничен. Для того, чтобы вас не развернули на границы и не отправили обратно, необходимо иметь приглашение на въезд у друзей или родственников, проживающих на территории Украины. Хоть у меня при себе и имелось приглашение, от допроса меня это не спасло. Ладно, давайте вернемся во Львов. Мы встретились с Саней, с которым знакомым уже более 10 лет. Он и был нашим гидом на протяжении всей поездки. Чуть позже к нам присоединился Тема, который приехал из Харькова. И первое место в городе, куда нас повел Саня, оказалось весьма неожиданным. Мы находимся на Лычакевский Цвентр. Это кладбище. Большое историческое кладбище, на которое далеко не так просто попасть. Ну, к примеру, здесь нужно купить билет. Помимо того, что просто вход, так еще и нужно для фотки или для видео купить отдельный. Сейчас покажем, для чего это было. Кладбище является одним из популярных и главных мест для посещения во Львове. Здесь можно встретить множество туристов, для которых проводят целые экскурсии на нескольких языках. В основном в украинском, польском и английском. Для тех, кто хочет экспресс-экскурсию, то есть возможность купить билет на экскурсионный маршрут на автомобиль. Лычаковское кладбище является непростым. Здесь можно встретить могилы только тех людей, которые внесли свой вклад в развитие города. Культурные деятели, театралы, актеры, писатели. Короче, все, которые представляют какую-то историческую ценность людям. Историческую, культурную, политическую. Это было интервью. Помимо всего прочего, мы встретили и местных жителей, которые очень быстро передвигаются, и их не так-то легко оказалось поймать на камеру. Да, это именно белки, которых во Львове просто огромное количество. Вообще, здесь очень много различных могил, от огромных семейных склепов до маленьких казачьих могил. И чтобы посмотреть все, да, нужно не один час. Но в этот момент начался ливень, и мы отправились в более теплое место. Львовский городской арсенал – единственный музей оружия в Украине и один из крупнейших в Восточной Европе. Здесь размещены экспонаты из более 30 стран Европы, Азии и Африки. В его стенах существовали тюрьма, камера пыток, а в советские времена – склад продовольствия. С тех пор здание переживало несколько перестроек, пожаров и разрушений. И лишь в 1981 году здесь открылся музей оружия. Посетители могут не только осмотреть богатую коллекцию музея, но и заказать театрализированную или ночную экскурсию, которая оставит незаурядные впечатления от увиденного. Музей арсенала во Львове не такой большой, как можно было себе представить, но там есть не только украинские оружейные дела, но и турецкие, и японские, и русские. В общем, со всего мира. Да, в огромном количестве. А самое классное, что вы можете сделать чеканку себе вот у этого чувачка, который за моей спиной. Что, в принципе, тоже довольно прикольно, что можно сделать самим себе сувенирчик, причем рядом. Билет стоит всего лишь 50 гривен. Это 150 рублей. Но вообще есть классная кафешка, в которую мы не пойдем, потому что там бомбическая очередь. Лучше пойдем куда-нибудь попроще. Музыка. 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 После подъема на смотровую нам захотелось немного... Перекусить. И поэкспериментировать. Поэтому мы отправляемся... В самую опасную кафешку во Львове. Для русских. В отдельном видео можно посмотреть ролик о том, как мы сходили в Крыевку и в другие атмосферные кафе Львова, нажав на всплывашку в углу. Ну а пока продолжаем. Самое интересное, что все центральные улицы города уложены брусчаткой. И не только пешеходные зоны, но и автомобильные дороги. Музыка. Мы в центре города Львова и здесь нужно гулять в будне, когда мало людей. Нам очень повезло с погодой сейчас. Сейчас начало октября и безумно тепло и светит солнышко. Вообще очень здорово. Мы сейчас пришли позавтракать. Это очень классно. Очень много атмосферных кафешек, каких-то мест. А вчера мы были на Карпатах. И, кстати, ролик об этом у нас выйдет совсем скоро. Но можете, я думаю, посмотреть в всплывашке. Ну а мы пока дальше смотреть и изучать центры и окрестностей Львова. Субтитры сделал DimaTorzok Рошен. Главный поставщик сладостей не только по всей Украине, но и в Восточной Европе. Когда мы наткнулись на этот магазин, мы просто были обязаны зайти и прикупить немного вкусняшек. Это не магазин, а настоящий рай до сладкоежек. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Пока мы гуляли по городу, то случайно наткнулись на место, куда игрушки приходят умирать. Добро пожаловать в музей потерянных игрушек под открытым небом. Это место выглядит страшнее, чем показывают в истории игрушек. Множество игрушек, которые уже больше не нужны своим хозяевам, нашли пристанище здесь. Верные, милые, одинокие и грязные смотрят на тебя грустным и пустым взглядом. Не поступайте так с игрушками. Даже среди местных жителей не все знают, что на территории Дворца Потоцких расположен парк-миниатюр. Здесь можно найти 14 миниатюрных копий старинных украинских замков и крепостей. Вход в этот парк совершенно бесплатный. Продолжение следует... Львовская мастерская шоколада – это место, где из обычного шоколада создают настоящее произведение искусства. Все конфеты здесь изготавливают вручную. Во Львове есть одна очень классная большая шоколадница. Здесь огромное количество абсолютно разных шортов шоколада. Нас все пытаются накормить салом и шоколадом, но мы пока еще его здесь не нашли. Такое себе, наверное, на вкус. Если найдем, то, наверное, я попробую. Ну а пока что будем пробовать настоящий, классный, натуральный, самый лучший в Украине шоколад. Кстати, здесь есть помимо шоколада очень много местной атрибутики. Мне понравилась одна вещь, сейчас покажу. Это вот такой вот тамблер. Почти как в Старбаксе, но львовский. Сейчас Лиза будет брать шоколад. Посмотрим, какой она выберет. Целых четыре этажа сладостей и сувениров. На самом верху мастерской шоколада расположилась смотровая площадка на центр города. Конечно же, без дегустации разных сортов шоколада у нас не обошлось. Эти конфетки называются Душа Вовы. Здесь Вовы нет. Путешествуя по разным городам, мы заметили, что чаще всего главные достопримечательности – это церкви и храмы. Поэтому мы с Лизой периодически называем наши поездки «тур по церквям». Но во Львове они действительно красивые и необычные. Смотрите сами. Путешествуя по разным городам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok